Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного. После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания, следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина. Также в процесс вступил адвокат. Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не дали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил в согласии. При подготовке информации, размещенной на официальном сайте Главного управления МВД России по городу Москве, по данному событию, были опубликованы фотографии изъятых предметов. При этом, вследствие допущенной сотрудникам главка ошибки, размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный. По данному факту назначена служебная проверка. В то же время выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Его взял под личный контроль начальник главного управления МВД России по городу Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. О ходе и результатах расследования СМИ и общественность будут проинформированы. Продолжение следует...